Уже много лет наша улица вся разрыта, перерыта, забита канализация и, видимо, повреждены трубы водопровода. Сколько я лично звоню в водоканал, прошу, придите, прочистите, но говорят, нету толку, приехать мы не можем, потому что мы приедем, у вас вся улица забита, никакого эффекта не будет. Сколько я лично сама набираю водоканал, набираю самому водителю, который на этой машине ездит, ну бесполезно. И вот так мы повязаем в этой грязи. И вы знаете, помимо того, эта экология тоже меняется, мы в этой сырости уже повязали. Грязь. Ну, думаем, обещали, что должны поднять вот эти ледовые канавы. До того угла подняли, прочистили, на нашем канале остановились. Постоянно вот тут вот забитые люки. Постоянно. Я не замечаю, что кто-то их приходил и чистил. Здесь, я не знаю лично, я не знаю, как бороться. Несколько лет назад, вот, Лев Николаевич, мы собрали подписи всех соседей. Мы грозились перекрыть улицу, что мы выйдем на улицу и закроем движение троллейбусом и машином. Ну, вроде бы начали, вот я вам говорю, чистить вот эти ливневые канавы до угла улицы Гулия. Дальше все замерло. Домой приходишь, не успеешь зайти, начинаешь с подвошивая, с подвошивая, с порошком. За столько лет хуже стало. В три ручья, в четыре ручья вода лежат. Ни зимой, ни летом постоянно вот идет канализация, смешиваются с трубопроводом, потому что трубы старые. Мы, естественно, что все рискуем заболеть холерой, дизентерией, чем угодно. И не всегда вода у нас плохо с водой тоже. То есть вода, то нет воды. Вот это ребята, ребята, которые приезжают сюда, они молодцы, на них жалоб нет. Они придут, вот скажем, вот течет здесь. Они за минуту все прочищают, но это временное место. Это кто? Ну вот бригада, что приезжает, что звонит здесь, дома управления. Проблем нет, отличные ребята придут, прочистят все, но на неделю и все. Вот теннисный корт. Река течет, канализационная река течет перед теннисным кортом. Там играют дети теннис. Мяч перелетает через забор, падает в эту воду канализационную. Дети выбегают, хватают мяч и продолжают играть. Потом руки в рот. Ну как можно вот это терпеть, я не знаю. Посмотрите, аптека управления. Аптека управления, которая выдает медикаменты всем медицинским учреждениям. Посмотрите, какой шлой дерьма, извините за выражение, перед входом в аптека управления. Это нормально? Причем здесь стадион? Причем здесь стадион? Когда будет стадион, тогда все сделаем. И при чем здесь вот эта ситуация? Может мы до стадиона все не доживем? Может начнется эпидемия? И потом опять будем искать этого диверсанта, который сделал эпидемию, как в Кварчале. Диверсанты сидят у нас в кабинетах. Вот там их надо искать. Понимаете, что это не дело. Это уже давно вот такое. И невозможно. Постоянно течет. Постоянно отобран. Где-то труба поломана. Знаете, потому что машины ездят. Ездят, стали стадион делать, машины ходят. Все поломали. Дети ходят, это же канализация вытекает, вылезает, выходит. Конечно, это опасно для людей. Для детей не только, для всех это опасно. Это все канализация. И во дворе течет, и во двор. Двор мы весь засыпали, подняли, уже сделали. Выхода нет, люки подняли. Вот люк подняли, так море отсюда вытекает. Под море вытекает, вот, подряд, сейчас воды нету. Они срезают воду, тогда более-менее. А как воду дали, то вообще зоня. Здесь двор, вот, угловой струб подняли. Там канала вообще болот. Вот в той канала. Мы трубы купили, положили, закрыли, болот. Для души, папа, и дружат. Выхода нет никакого. Кому говорит, что говорит. Ну, сто раз обращались, но толка нет. И вот Греблева тоже писался, на фестанцию писал. Толка нету. Посмотрите, что творится, море. Это сейчас воду срезали. Воду дадут, вообще море и река течет. В самом деле видно, что ничего возможно здесь делать. Никто ничего не хочет. Учимся, что в подвалах везде вода. Грязь, отваря, в доме, внутри канализация. Гонь. Запах. Невозможно. Последний год вообще невозможно. Зараза, что канализация шел. За лето, говорили летом. А сейчас сказали до Нового года. До Нового года нет. До будущего. На будущий год, если будет, то окна не открываем. Возможно, невозможно, ни пешком, ни на машине. Ничего хорошего, конечно. Под домом постоянно вода. Дети маленькие. Запах стоит постоянно нехороший. Засаряется. У меня дети очень сильно переболели. Почти месяц я вылечить не могла. В крови инфекция у нее была. Из-за этого и было все. В прошлым летом у нас, вообще весной даже, вода стояла в доме. Вся инфекция, все в домшку. Пока бы не пытались, приходят там на немногое время что-нибудь сделают и все.